Со всем домашним ремонтом поможет справиться канал Отвертка Приветствую подписчиков канала Отвертка На канале сегодня мы, на нашем видео, рассмотрим очень интересную доработку нашего планшета Я не буду, так сказать, очень долго вдаваться, так сказать, какой планшет, там что Это у меня планшет Huawei MediaPad 7 дюймов, ну и так далее И вот по предыдущему видео вы видели, что я менял на этом планшете аккумуляторную батарею 4 Ач Была закуплена по интернету китайская батарейка 4 Ач Я так подумал, что моя старая батарейка уже села, она уже долго не держала Да, она быстро заряжалась и быстро довольно-таки разряжалась Вот, купил я новенькую батарейку, так сказать В предыдущем видео все это дело я вам показал Как менять, как разбирать этот планшет По-моему, нормально разбирается, все там меняется батарейка Очень простому технологию, очень простенько ее можно разобрать планшет и заменить батарейку Вот, и потом я старую батарейку, так сказать, положил на полку Вот, у меня он где-то недельку провалялся Я думаю, куда же его деть? Вот, я его померил, напряжение нормальное было Он вполне-вполне здоровый аккумулятор, ну, немножко, может, подсевший Потом я прочитал статью в интернете, именно мысль возникла Отдай, ну, я еще вот эту вот батарейку еще подсоединю к этому планшету параллельно Вот, посмотрел статейку, что можно параллельно подключать литий-ион аккумуляторы вместе с контролерами параллельно У них там идет три вывода Вот, плюс, минус и провод там типа датчик батареи там или какой-то уравнительный Как он называется, я точно не скажу вам Три провода Ну, я так думал, подумал, да, ну, я вот эти три провода попробую подключить параллельно новому аккумулятору Именно свой старый Вот И я вам сейчас покажу, как у меня все дело получилось Вот у меня кожаный чехол такой Вот, кожаный чехол, книжечка, очень удобный Вот, и для хранения, и для эксплуатации И, короче говоря, я вам покажу, что у меня получилось Я сейчас вынуваю вам Вынуваю здесь, залипка такая есть Сейчас я вынуваю полностью планшет и покажу, что у меня получилось по подключению, так сказать, параллельному Вот вы видите планшет Вот видите планшет Вот Вот вы видите, что из планшета я вывел провод Провод В три провода шлейф такой маленький Даже вот покажу, откуда чего здесь крышечка не полностью закрывается Вот видите, вот видите Вот стоит симочка И я, короче говоря, взял мою вот эту вот батарею Батарею Здесь подсоединил, подпаял проводочки Три провода плюс-минус и датчика Вот И потом вот эти три провода Три провода Снял крышечку, снял крышечку И параллельно проводам от новой аккумуляторной батареи Я подключил, подпаял вот эти проводочки Плюс до плюса Управление до управления И минус до минуса Все параллельно И, короче говоря А вот здесь мы делаем маленькую вставочку из старого видео Вот, как раз я там показывал, как Заменять аккумулятор в планшете Huawei Mediapod 7 Вот это вот старый, оранжевый у нас И черненький новый Вот, по размерам они одинаковые Я пробовал их вот так вот еще Дополнительно вскрывал планшет И думаю, может быть второй аккумулятор параллельно Сядешь один на другого И думаю, может крышки хватит Они тоненькие Но, увы Китайских инженеров 100 человек никак не обмануться своей светлой головой Вот Один на другой Крышка вообще не закрывалась И там ерунда была Вот видите, разъемчики Они один к одному Вот мы вот проводочки красный, белый и черный Подпаиваем Очищаем изоляцию Вот после разъемчика Вот этот маленький разъемчик После разъемчика Чуть-чуть аккуратненько очищаем Подпаиваем дополнительные проводочки длинные Которые идут к старому аккумулятору Вот И выводим их через дырочку около симки Вот сейчас вот видно Я уже старый аккумулятор отложил Вот Мы сейчас приклеиваем Там вот эта клейка масса такая есть Напоминаю, это старое видео из старого клипа Вот Вот мы приклеиваем Саму аккумуляторную батарею Вот И я уже дополнительно, так сказать, скрывал его Пробовал Аккумулятор еще один туда засунуть Не всовывается И после этого вот эти вот проводочки Идущие от батареи Красный, черный и белый Вот Я зачищал изоляцию И аккуратненько припаивал дополнительные провода Идущие наружу Планшета Вот И уже снаружи Я подключал, так сказать, сам Аккумулятор Параллельно Полностью параллельно Вот видите Вот Проводочки идут Разъемчик Вот Разъемчик Вот видите там А, зелененький проводочек у меня здесь На новой батарее Зелененький проводочек Это типа Датчик Зарядки Там Типа датчик зарядки Бо Ибо Контролер стоит на Самой батарее Там платка контролера Вот я вот Подсоединяю его Подключаю К планшету Вот И когда я вот Мысль возникла Все-таки Взять второй Аккумулятор Чтобы параллельно его подключить Думаю Как же подключить Ага Думаю Ладно Надо лезть внутрь Я снимал опять крышку Вот Проводочки зачищал Красный До красного Это плюс Черный Это минус А вот Зеленый На данном видео Или белый На старой батарее Это провод Идущий От Контролера Самой Литий-ионной Батареи Вот Пространства там маловато Вот видите Очень мало пространства Чтобы даже Самые проводочки Уложить Вот Я батарею Во второй раз Когда вот Проникал Внутрь Планшета Я батарею Опять отлепил Отлепил Немножко И немножко Поближе к краю Там место есть Поближе к краю Вот И у меня вот эти вот провода Провода идущие к разъему Вот Нормально поместились В пространство между батареей И вот Вот этой вот платой Вот видите там Расстояние маловато А когда я батарею Немножко перенес Ближе к краю Корпуса Там больше места было И у меня провода Все поместились Вместе с изолентой С пайкой там Так далее И тому подобное Мы отсюда выводим Плюс-минус И управление Три проводочка Вот видите Слева там симочка есть Вот через симочку Через корпус Как раз вывод у меня идет Никаких дырок я не сверлил Вот Вот разъемчик Вот подключенный Вон еще на крышке Там есть резинка такая И вот этот разъемчик Он подминается туда На плату Для более надежного Крепления Чтобы не отвалился сам Вот Вот видите Я там как раз На этом видео Виде Я поджимаю Вот этот разъемчик Вот Аккуратненько Вот И видите Потом уже Вот мой старый Ага Видите Разъем тут даже сравниваю Потому что новый разъем Немножко какой-то Левоватый был Вот этот хорошо Старый хорошо ходил Со щелчком А вот Новый разъем Нового аккумулятора Касается Соответственно Китайский Соответственно Уже там приходилось Применять Уловки Вот Очки я одевал Такие мощные Чтобы разглядеть Что же там Мешало А там немножко Чуть-чуть больше Был разъем По размерам Вот Ну С помощью Так сказать Пинцетика Отверточки Можно его так Садить Более-менее на разъем И там нормально Он заходит Так что видите Вот нюансы Проблемы с этим Разъемчиком Возникали Но это чисто Технически Каждый мужик Уважающий Отвертку Вот Это не канал Отвертку А инструмент Отвертку Паяльник Он разберется С этим вопросами Это будет не проблема Вот И как раз Я вам специально Показываю старое видео Именно где надо Подпаиваться После разъема После разъема И перед батареей Защищаем аккуратненько Проводочки Облуживаем Плюс до плюса Подтеняем Минус до минуса Управление до управления Вот там идет по два провода Ничего страшного Я подключился на один провод На все два не надо Два это параллельно сделано Чтобы там ток получше шел Чтобы ток хорошо пропускал Вот Вот видите Уже он у меня запустился Так сказать Я там смотрел на него Большими удивленными глазами Что у меня все получилось Но вот видите Запустился Работал Так что вот Новый аккумулятор поставили А потом через некоторое время У меня вот возникла мысль Дай но я попробую Включить Параллельно Еще один аккумулятор Вот Статье же вычитал Что можно включать Параллельно И все будет нормально И вы знаете Все нормально Получалось Теперь в два раза Больше и лучше работает Но вот в данный момент На данном кадре Мы видим внутренности Нашего планшета Не надо бояться Внутри он там Более-менее аккуратно Все сделано Так что Бояться Вот этого И этого процесса Не надо Если у вас интерес Имеется увеличить Емкость аккумулятора В два раза То смотрите видео И у вас думаю Все Все получится Вот И вот видите Я уже все подсоединил Крышечку Одеваю На крышечке Там всякие Уплотнительные резиночки Есть Вот видите Симочка Симочка С левой стороны Вот она там С левой стороны Видать И через симочку И как раз через Маленькое там Пространство было И вот как раз Проводочки-то и выводил Вот и все В принципе Все параллельно И короче говоря Вот так вот аккуратненько Здесь вот как раз Аккумулятор у меня стоит Вот здесь вот аккумулятор И вот здесь вот аккуратненько Через вот эту щелочку Я вывел Проводочки Вот Дырок никаких не сверлил Зачем? Не надо Все равно он у меня В корпусе лежит Вот И потом я закрываю Так сказать Вот эту вот Крышечку Она не полностью закрывается Но ничего страшного Никто там ничего не видел Закрыто Она не закрыта Вот И у меня вот получается Вот такой фокус Вот Вот фокус смотрите Какой Это старая батарея 4 Ач Она тоненькая Вон смотрите Тонюсенькая такая Внутрь она уже не помещается Я пробовал засунуть Крышка уже не закрывалась Вот Вот старая батарея Вот контролер Контролер Вот проводочки И вот мы видим У меня один аккумулятор Внутри стоит 4 Ач И вот этот вот Аккумулятор старый Тоже 4 Ач Но он живой И получается у меня Довольно-таки хороший Интересный фокус Вот Что у меня В 2 раза больше В 2 раза больше Сейчас вот обратно Посажу все это дело В корпус В 2 раза больше Получается у меня Аккумулятор Вот И я скажу следующее Скажу следующее Вот так вот его Сюда вот можно Его засунуть Аккуратненько Проводочки Проводочки мы Туда упаковываем Вот Чтобы они нам не мешали И мы так вот Аккуратненько В принципе Даже можно Вот таким макаром Вот Снизу будет потолще Корпус А сверху Будет потоньше И вот Заново Все Закрываем Вот И мы получаем В итоге В итоге Вот смотрите Немножко Темножко потолще Вот здесь вот С этой стороны Становится Но это не очень сильно видно Вот И у нас получается Планшет Планшет С большим Большим Аккумулятором Вот это вот Видите Вот здесь Старенький Вот он старенький Вот чуть-чуть видно Его желтенький Он у меня не мешает Хотя камера Немножко прикрывает Но можно вот так вот Камера вот видно Вот камера видно Все на месте Аккумулятор не мешает И короче говоря У меня аккумулятор Получается 8 Ну грубо не 8 конечно Ну ампер 6 Это точно Вместо Даже может 7 ампер Вместо 8 Вот И если посмотреть По контролю По расходу батарей По расходу батареи Даже сейчас Я вам покрупнее возьму Чтобы вы видели Вот Сейчас я попробую Да Покрупнее Вот мы видим Что он 2 дня 16 часов работает А еще даже и не сел Вот Еще 54% Вот мои включения Были вот видно Мои включения Так сказать Вот Вот Довольно таки Бодро он работает Короче говоря Работает гораздо больше Чем было На 4 амперников Но он так вот Грубо если посмотреть Ну 3 часа хорошего Хорошего эксплуатации Вот На 3 часа максимум хватало Вот А когда вот так вот Средненько Заглянуть Не заглянуть Вот Так Ну видно было Что он работал 2 дня 16 часов и 57 минут И 30 секунд От батареи Вот Это уже очень Очень хорошие показатели Соответственно Мы почти что В 2 раза увеличиваем Тон у меня В разгильдяйском режиме Раньше он работал Ну так Денек Где-то Заглянуть Там В режиме ожидания Этот планшет Huawei Mediapad Очень мало берет энергии От батарейки Хороший у него сон Уходит в сон Очень хороший Понижает частоту Процессора Вот Довольно таки хороший сон У него И на батарейку Не эксплуатирует Ну то есть Не садит так сильно Вот видите Вот эти вот Горизонтальные линии Это вот Сон был у него Раз Два Три Вот Довольно таки хорошо Вот И короче говоря Мы делаем вид Вывод из этого Что Можно подключить Параллельно Параллельно Так сказать Еще один аккумулятор С помощью Трех проводочков Тоненьких Вот И наш Планшет Будет служить Ну почти что В два раза больше Вот При наличии При наличии Так сказать Нормального Корпуса Вот такого Кожаного Можно вот сюда Вот вмонтировать Еще один Вот видите Желтенький Еще один аккумулятор Ничего такого страшного Не происходит Вот Внешний вид Не портит Вот видите Все ничего не портится Вот здесь немножко потолще Стало Но ничего страшного Вот Зато Планшет уже точно У вас отторабанит Так сказать В два раза больше Положенных Своих часов Работы Вот короче говоря У нас что получилось Подведем итог Берем старый аккумулятор Старый аккумулятор Более-менее рабочий Параллельно Подключаем Рабочему Полностью параллельно Плюс до плюса Управление до управления Минус до минуса Все изолируем Выводим проводочки И у нас получается С удовольствием С удовольствием На ваши вопросы Так что подписывайтесь И всегда рад Видеть новых подписчиков На нашем канале А пока что Большое спасибо И до свидания Со всем домашним ремонтом Поможет справиться Канал Отвертка